Призрака. Если поместить кусочек тюля в луч света и приблизить достаточно близко к камере, то расфокусированный силуэт очень похож на привидение. Сделать такого призрака может каждый. Но далеко не все факты можно объяснить так же легко. Деревня Барсуки в Калужской области пользуется дурной славой. Я с другом гулял, когда повесил саму отец. Здесь происходят невероятные вещи. Наташка мне все время говорит, говорит, Волв, здесь какое-то привидение ходит. Призраков здесь видел практически каждый житель. Это привидение ходит где-то вот здесь, вот по краям. Бывает, под колеса бросается. Однажды вечером птичница Наталья Пятикова вместе с пожилой матерью шла вдоль кромки леса. В сумерках женщины увидели полупрозрачную фигуру солдата. У меня мамка полная такая, бегать она, в принципе, не может. Ну, она так притопила. Здесь, на реке, по ночам многие видят фигуру маленького мальчика. Бегал по воде и плакал. В карьере рядом с деревней часто появляется призрак старухи. Сидела бабка такая с белыми волосами. Много людей мы видели. Однажды семиклассники Семен Тихомиров и Руслан Чайкин отправились в лес по гребе. Слава пошел за сено. Смотрел, он белый какой-то весь стоит. Мы обвернулись, увидели солдата в военной форме. У одного, по-моему, даже кисти не было в руки. Мальчишки бросились домой. Приходит ко мне, племянник Семен, и говорит такое, что вот, мол, солдаты туда-сюда, какие-то хотят меня убить. В 41-м, 42-м годах под Барсуками шли тяжелые бои. В самом центре деревни – братская могила. Ревентов, паснов, много погибло. Даже стоять здесь жутко. Всего в этих местах погибло более 5000 советских солдат. Генерал-полковник Александр Белов, разгромивший фашистов под Тулой и тем самым не давший подступиться врагу к Москве, называл эту местность долиной смерти. Владимир Фокин уверен, именно духи павших воинов напугали племянника и его школьных товарищей. Какая-то же колдована у нас в деревне. Свет в конце туннеля видели многие люди, пережившие клиническую смерть. Еще они видели себя со стороны. Врачей, которые спасали им жизнь. Родственников, которые находились за тысячи километров. Самое странное, что в состоянии клинической смерти видеть могут даже слепые от рождения люди. О чем еще поведали те, кто вернулись с того света? И куда ведет таинственный тоннель? В глазах Мариарти я прочел неумолимое решение покончить со мной. Там же у водопада. Вот эти руки, которые должны, так сказать, цепиться в горло. Виктор Евграфов, актер и каскадер, не раз переживал сценическую смерть. И один раз пережил смерть не по сценарию. Когда было падение, внизу оказался человек, мы столкнулись. В 1995 году на съемках фильма «В империи Орлов» по роману «Дети капитана Гранта» актер получил серьезную травму. Евграфов и еще несколько каскадеров летели на канате над палубой корабля. Актер, он неадекватен, то есть эмоциональная волна его захватывает, поэтому здесь и это должны делать каскадеры. Актер, летевший перед Евграфовым, замешкался. И Виктору, чтобы не свалиться на коллегу, пришлось приземлиться не на страховочный мат, а на жесткую палубу. В результате травма легкого и позвоночника. Реанимация. Клиническая смерть. Состояние фактической остановки кровообращения. Клиническая смерть – это обратимый этап умирания. Переходный период между жизнью и смертью. В среднем это где-то 5 минут. Тогда этот процесс гибели мозга становится необратимым. Лежа на операционном столе. Актер видел, как выходит из собственного тела. Видел туннель, такую, ну как могила мраморная такая. Вот и что-то жалко стало себя. Виктор вспоминает, он всеми силами упирался и пытался вылезти из могилы. Я говорю, я не хочу, у меня мать, она не сможет без меня. Я не хочу не забирать меня, я не хочу. Говорит, какая-то футушка такая. Я полетел вниз, глаза открыты. Инженер-физик Национального института авиационных технологий Эмиль Бекташев изучает феномен электростатической левитации. Эффект Бифельда Брауна. Платформа поднимается в воздух при напряжении в 50 тысяч вольт. Бекташев уверен, чтобы поднять в воздух летающую тарелку диаметром 4 метра, нужно напряжение в 10 миллионов вольт. Задача не из простых. Возможно, именно здесь кроется разгадка НЛО. Физические явления, которые находятся на границе познания, где наука сталкивается с необъяснимым. Еще недавно он был атеистом, пока не пережил клиническую смерть. Меня как будто вытолкнуло из тела. Проблемы с сердцем у Эмиля Бекташева были с детства. Сильное волнение могло спровоцировать серьезный приступ. В 90-м году лаборатория, в которой молодой ученый круглосуточно обрабатывал экспериментальные данные, оказалась на грани закрытия. У Эмиля остановилось сердце. Эмиль уверен, он один из немногих смертных. Кому удалось увидеть Бога? Мне показали его в виде звезды, золотистой звезды, очень похожей на солнце. Мне сказали, что еще рано, и тебе надо еще выполнить свою задачу. Жена физика Тамара тоже перенесла клиническую смерть. Тоже остановка сердца и встреча с Богом. Стоит Иисус Христос прямо на горочке. И он меня как бы вот так провожает. Ну, иди как бы. Супруги говорят, после клинической смерти у них открылся дар ясновидения. Теперь они принимают клиента. Мы будем говорить сегодня о том, чего нам больше всего не хватает в нашей жизни. Это Валерий Чегинцев, шоумен и конферансье. Его сердце останавливалось на 6 минут. Предельное время, когда клетки тела еще могут жить. Когда наступила клиническая смерть, наступила полная тишина. Перед новым 2009 годом шоумен не спал несколько суток. Одно за другим выступление. 7 чашек кофе и 2 пачки сигарет в день. Сердце не выдержало. Передо мной было такое черное поле, коридором его сложно назвать. И вдаль улетающие стекла, ну, как бы от лобового стекла. Светлана Чегинцева запечатлел на фотографиях каждый шаг мужа, сделанный на пути к победе над смертью. Вот это случившееся, потом... Вот я был такой очень красивый. Он снова неразлучен с микрофоном. Но со сцены Чегинцев смотрит уже по-другому. Я обрел разум, я обрел рассудок, я обрел себя и стал аккуратен в профессии. Бывший профессиональный самбист Александр Пьяник тоже начал другую жизнь после смерти. В 90-х Александр занимался мелким бизнесом, повздорил с конкурентами. В результате конфликта с криминальными структурами я упал с девятого этажа. Самбист вспоминает. Он потерял сознание в тот момент, когда упал на асфальт. Я выпрыгнул, хоп, и завис. И потом, хоп, оказался уже над собой. И уже вижу себя сверху. Александр утверждает, даже в реанимации он отчетливо видел себя со стороны. И слышал все, что говорили врачи. Смысла нет. Можно позвать родственника и решить, что делать. Потому что это не жалеть. Собственно, это медицина без сил. Тяжелейший перелом позвоночника и разрыв внутренних органов. Выходил практически безнадежного Александра дед. С тех пор у него к врачам одни претензии. Я врачей ненавижу за то, что они тысячи людей уничтожили по стране. У служителей церкви свой взгляд на путешествие души во время клинической смерти. Не так важно. Видишь ты себя со стороны или не видишься со стороны. Как там душа налетает, ползает по стенам. Совершенно неважно. Ясно, что душа должна быть готова к встрече с Богом. Мы видим пациента, который без сознания. В коме. Реаниматолог Эдуард Николаенко с явлением клинической смерти сталкивается часто. Если я сейчас прекращу подачу лекарств, которые поддерживают функцию сердца, и прекращу вентиляцию легких, аппарат жизни не будет. Этот мужчина впал в состояние комы после тяжелой автокатастрофы. Может быть, что он потом нам станет рассказывать, что он что-то видел, потому что на входе вот в это тяжелое состояние, в этот тяжелый, в эту ком, были расстройства, которые приводили к каким-то видениям. К рассказам пациентов о свете в конце туннеля доктор медицинских наук относится скептически. Так называемое туннельное зрение, когда нарушается функция определенных структур, по крайней мере, тех клеток в головном мозге, которые создают эти зрительные.